МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимает прошлое по-своему. В эфире Суд Времени. В центре нашего внимания исторические события, персонажи, проблемы. Их связь с настоящим. Судить историю вы будете вместе с нами. У вас есть возможность голосовать. Такая же возможность будет у сидящих в зале. Сегодня мы открываем слушание по делу римского гражданина Гая Юлия Цезаря. Мало кто из жителей мира никогда не слышал об этом гражданине. Даже вратарь бразильской сборной по футболу носит имя Жулио Цезарь. И не только вратарь, но и летний месяц, июль, и календарь, и салат Цезарь с курицей и с креветками. АПЛОДИСМЕНТЫ Гай Юлий Цезарь – один из наиболее крупных деятелей всемирной истории. Он символ человека, обладающего самыми разными талантами в самых разных сферах человеческой деятельности – от полководческой до ораторской. Более двух тысяч лет назад он жил и правил в Риме – великом государстве, положившем начало современной цивилизации. Именно при Цезаре Римская республика начала свое превращение в Римскую империю. Главный вопрос наших слушаний – Гай Юлий Цезарь – губитель республики или спаситель государства? Мы запускаем голосование для нашей телевизионной аудитории. Номера телефонов вы видите на ваших телеэкранах. Обвинитель на процессе – писатель Леонид Млечин. АПЛОДИСМЕНТЫ Защитник – Сергей Кургинян. Политолог, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Прошу вывести на экран материалы по делу. 13 декабря 50-го года до нашей эры. Для древнего Рима в этот день началось смутное время. Тогда легендарный военачальник Помпей получил из рук своих сторонников символический меч для защиты свободного строя – республики. Неизвестно, какой была бы история не только Рима, но и Европы, если бы по другую сторону баррикад, а впоследствии Рубикона, не оказался Гай Юлий Цезарь. По мнению большинства историков, именно этот человек коренным образом изменил культурный и политический облик европейцев и на века предопределил развитие Европы. В I веке до н.э. Древний Рим представлял из себя разрозненное собрание завоеванных земель, население которых время от времени поднимало мятежи. Высший орган власти – Сенат – находился в Риме, и, как считал политик Цезарь, не сильно заботился о благополучии разбросанных посредиземноморью подданных. Во всей реформаторской деятельности диктатора исследователи отмечают две основные идеи – объединение римского государства в одно целое и усиление центральной власти. Для осуществления этих задач Цезарю были необходимы неограниченные полномочия. Но памятая о неудачном опыте семи царей, из-за которых римляне на дух не переносили монархию, от идеи «примерит на себя» титул монарха, Гай Юлий Цезарь категорически отказался. Он пошел другим путем, не нарушил ни одного закона республики, но при этом ему удалось стать пожизненным диктатором, сосредоточив в своих руках возможности всех властных органов. Этой новой власти он дал имя «Империум» – боевой клич, которым войска приветствуют победителя. Но до установления Римской империи Цезарь не дожил. Как ни странно, его убийство пытавшимся вернуть власть Сенатам только ускорило гибель республики и рождение автократии. Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению. Был ли диктат Цезаря единственной альтернативой для тонущего под собственной тяжестью Рима? Могла ли республика сама справиться с вызовами нового времени? Какое наследие Европе оставил Цезарь? И какой была бы история Старого Света без Гая Юлия Цезаря? До начала прения у меня вопрос к Млечину и Кургиняну. Тема, ведь все происходило больше двух тысяч лет назад, сегодня актуальна. Прошу вас, сторона обвинения, Леонид Михайлович. Благодарю вас, Ваша честь. Это не будет сегодня спор об истории. Вы абсолютно правы, Цезарь – это символ. И сегодня будет спор на историческом материале о принципах и идеях, которые волнуют нас сегодня. Что лучше – демократия или диктатура? Какими принципами должно управляться государство и какой властитель нам нужен? И наша страна докажет это, что демократия лучше диктатуры и демократический правитель лучше диктатора. Диктатура не приносит государству ничего, кроме несчастья. Не приносит она счастья и самому диктатору. Я позволю себе напомнить, как закончил жизнь Цезарь, когда он был убит. Его тело валялось у статуи Помпеи, никому не нужно. Потом появились три раба, бросили его тело на носилки, и его рука бессильно свалилась с носилок. Диктатор не нужен никому. Диктаторская власть слаба, плоха и неудачна. Ваша честь, мы докажем это на сегодняшних слушаниях. Спасибо, Леонид Николаевич. Сторона защиты, Сергей Ирландович. Цезарь Рим – это символ огромной притягательной силы. Огромной. Помните эти фильмы Голливуда, Гладиатор и прочее? Это же фильмы о современной истории, это не фильмы о Риме только. Сейчас на пятом канале идет телесериал Рим. Это блестящий телесериал. Мне кажется, что те, кто его посмотрят, и поймут глубже проблему Цезаря, и точнее отнесут ее с современностью. Все хотят быть Цезарями. До сих пор Цезарь – это слово, которое притягивает к себе. Рим. Россия столетиями сражалась за Третий Рим. Но что такое Третий Рим, если нет Рима как такового? Между прочим, вопрос о том, с чего началась современная цивилизация, с античной Греции или с античного Рима, очень сложный. И он тоже стоит на повестке дня. Кроме того, это, конечно, вопрос о политической системе. Что важнее, политическая система или государство? Перефразировав одного известного политика, можно сказать, политические системы приходят и уходят, а государства остаются. Государство для политической системы или политическая система для государства? И, наконец, третий вопрос. Всегда ли есть одна из политических систем, которую мы называем демократией, столь оптимальна? Если она такая оптимальная, то почему она меняется на другую? В силу исторических причин, в силу злодейства отдельных людей не нужны ли иногда государству другие политические системы? Я напомню вам, что в книге «Великая шахматная доска» Збигнев-Бжезинский опять возвращается к тому, что Америка будет Римом. Римом и только Римом. Значит, слово «Рим живо», оно насыщено гигантской исторической энергией. Народ, который забыл свою историю, обречен на то, чтобы жить без нее рабом. Государство – это средство, с помощью которого народ длит и развивает свою историческую миссию, свое историческое предназначение. Если мы забудем историю, мы будем без нее. Это важно. Спасибо. Теперь короткий перерыв, после чего мы приступим к слушаниям. В эфире «Суд времени». Слушание на тему. Юлий Цезарь – губитель республики или спаситель государства? Вопрос обеим сторонам. Были ли новые политические тенденции в римской жизни совместимы с республиканским строем? Прошу, сторона обвинения. Благодарю вас, ваша честь. Могу ли я предложить допросить свидетеля Геннадия Михайловича Левицкого, автора книги «Гай Юлий Цезарь. Злом обретенное бессмертие». Прошу вас. Геннадий Михайлович, давайте для начала расскажем суду и всем, кто за нами наблюдает, что Цезарь был таким человеком, беззаветным патриотом Отечества, который только и думал о том, как бы укрепить родное государство, или он был политиком, умелым, хорошим полководцем, замечательным интриганом, который, в общем, заботился о личной власти. Дело в том, что римскую историю двигало честолюбие. Оно же его и погубило. Началось это не с Цезаросмария, я считаю, когда он завел собственную армию. Не римскую армию, а личную армию, свое войско. Вот если бы Гая Мария сбросили с Торпейской скалы, и тогда бы сегодня мы могли бы, наверное, воскликнуть, не прикасайся ко мне, я римский гражданин. А Цезаря никто не сбросил, он дошел до вершины власти. Так все-таки Цезарь, вот скажите, вот расскажите здесь, вы знаете очень много, вы написали книгу об этом человеке, и так он все-таки кто? Он честолюбец, человек, который нацелен на добрести личную власть. Или кто-то только думал о благе государства. Ну это человек удивительный, такие люди рождаются раз в 2000 лет, наверное. Потому что весь Рим был настроен сохранить республику. 99,9 миллионных процентов хотели сохранить республику, они настолько ненавидели диктатуру. Но Цезарю удалось вернуть республику. То есть вы хотите сказать, что никаких объективных предпосылок для того, чтобы уничтожить существовавшую тогда, пусть скромную, но существовавшую тогда демократию в принципе не было. Это была его личная воля и его власть. Абсолютно не было. Надо было только сделать так, чтобы закон работал. Ну я думаю... Ваше время истекло, прошу. Благодарю вас. Вы можете завершить свою мысль. Спасибо. А прежде чем передать слово стране защиты, я прошу уважаемых свидетелей, которые занимаются древним Римом и фигурой Гая и Юлия Цезаря, помнить о том, что не все наши телезрители столь же компетентны, как они. И поэтому, называя какое-нибудь имя или говоря о каком-то событии, нужно объяснять, что или кто имеется в виду. Скажем, получал имя Гая Мария. Это современник Цезаря, крупный римский военачальник и реформатор римской армии, даже родственник Цезаря. Цезарь был, если мне память не изменяет, родственником его по линии жены. Просто в таких случаях объясняйте, что имеется в виду. Прошу вас. Сторона защиты может задать вопрос свидетелю обвинения. Вы говорите, что 99,9% римского населения поддерживало республику. У вас есть социологические опросы? Нет. А откуда эта цифра? Я не вижу ни одного человека, который был против республики, кроме Цезара. Вы можете назвать хотя бы одно лицо древнего Рима, которое было против республики? Назовите мне хоть одного историка, который не считает, что к моменту прихода Цезаря республиканский строй был исчерпан. Кто это? Конкретно. Причем здесь конкретно историки. Хорошо, я понял ваш ответ. Вы назовите мне хоть одного человека, который выступал против республики. Катон, Помпей. Позвольте внести некоторое уточнение в дискуссию. Ну, исчерпанность республиканского строя и настроение граждан, это разные вещи. Это время в ход... Что касается свидетеля, это совершенно очевидно. Он имел в виду неконкретную цифру, это было бы. Хорошо, замечательно. Теперь вы назвали уже Мария, да? Мария – это предшественник Цезаря? Ну, естественно. Если это так, значит, кризис начался, а не при Цезаре? Кризис республики начался. Кризиса никакого не было. Была борьба о честолюбии. И у Суллы тоже не было. Был еще такой Сулла. Он тоже залил кровью Рим до Цезаря. Этого тоже не было? Сулла был. Кризиса... Скажите, пожалуйста, последний мой вопрос у меня с времени. 20 секунд. Кто сбросил Мария со скалы? Никто не сбросил, а надо было бы. Ах, ну то есть это ваше желание. Да. Понятно. А мне уточните ли вы, что с ним происходило на самом деле? То есть вы здесь рассказываете историю по принципу, если бы я был директором, да? Как кончил свои дни Марии? Умер. Его никто не сбрасывал со скалы? Ну, не успели. Спасибо. Не успели, понятно. Спасибо. Прошу вас. Сторона защиты. Сергей Ирманович. Да. Ваш тезис, ваш свидетель. Ну, прежде всего, я хотел бы, чтобы вы ввели первое доказательство, короткое. Доказательство защиты, пожалуйста. Я все-таки хочу хоть исторические вопросы обсуждать с какими-то доказательствами без 99%. Тацит. История. Тацит – это древний историк, один из самых главных в России. Вспыхнули раздоры между Сенатом и Плебсом. То буйные народные трибуны, то властолюбивые консулы, одерживали верх друг над другом. На форуме и на улицах Рима враждующие стороны пробовали силы для грядущей гражданской войны. Вскоре вышедшие из плебейских низов Гай Марий и кровожадный аристократ Луций Корнелий Сула оружием подавили свободу, заменив ее самовластьем. Явившийся им на смену гней Помпей Магн был ничем не лучше, только действовал более скрытно. И с этих пор борьба имела одну лишь цель – единовластие. А теперь я хочу предоставить слово Татьяне Владимировне Кудрявцевой, доктору исторических наук, блестящему ученому, заведующему кафедрой всеобщей истории РГПУ Мини-Герцена. Татьяна Владимировна, я бы хотел, чтобы вы сказали нам, республика к моменту, когда пришел Цезарь, находилась, как говорят у нас сейчас, прошу прощения, в шоколаде, или она была несколько в другом состоянии? Во-первых, я хочу обратить внимание высокому суду и аудитории на то, что свидетельство Тацита, великого римского историка, дорогого стоит, потому что Тацит испытывал самые нежные чувства к Римской республике и ненавидел деспотизм императоров. Во-вторых, конечно, республика давно уже была в состоянии кризиса, начиная еще с конца II века до нашей эры, то есть лет так за 80 до начала гражданской войны между Цезарем и Помпеем. Это, кстати, вторая гражданская война. Первая кровавая гражданская война была война между Марием и Сулой. А до этого еще была так называемая Гракханская смута, в результате которой погибло несколько тысяч римских граждан. Республика была больна. В чем причина этой болезни? Все очень просто. Вся система государственной власти, политическая структура Римской республики, кстати, дьявол в определениях, сторона обвинения играет определениями. Никакой демократии в Риме не было. Была аристократическая республика. Власть находилась в руках аристократии, Сената прежде всего, да? Народное собрание, да, оно существовало, но реальная власть, подчеркиваю, это единодушное мнение всех древних и большинства современных историков, была именно в руках Сената. Так же, как само понятие республика, Республика – это государство. Цезарь – первый сторонник республики в Риме. Не 99,9%, а один цезарь против. Цезарь – главный сторонник государства. Я прошу прощения, республика переводится как… Общее дело по латыни. Вообще, это термин, который обозначает государство. Государство без анархии, без хаоса, стабильное и успешно функционирующее. Вот что такое, республика в римской республиканской модели. Так вот, почему была больна республика? Очень просто. Вся система власти была заточена под небольшой город-государство, каким Рим был в первые века своей истории. Начиная с 3 века до нашей эры, 2,5 века до Цезаря, Рим приступил к великим завоеваниям, так называется эта эпоха. И из маленького города-государства превратился в столицу огромной территориальной державы. Вот пока Рим покорял Италию, еще можно было переварить Италию с той системой власти, которая была приспособлена для города и государства. Территориальную державу эта система власти переварить не могла. Она должна была быть откорректирована. Был вариант по типу бути реформы. Сенат от этого отказался. Пришел Цезарь. Спасибо большое. У меня блестящий специалист. Прошу прощения. Начиная с сегодняшнего дня, я буду говорить Тацит, а не Тацит, как привык с детства. Спасибо. Татьяна Владимировна, у меня к вам уточняющий вопрос. Когда жил Тацит? Тацит жил в конец 1 века нашей эры, начало 2. Но он не был современником Цезаря. Он не был современником Цезаря. Но когда он был ребенком, он еще мог говорить с теми людьми, которые... Которые когда были детьми... Ну да, ветераны, ветераны 2-й Грошанской войны. Все понятно. Понятно. Сторона обвинения может задать вопрос, свидетельство защиты. Татьяна Владимировна, конечно, не бывает никогда идеальных моделей, господи. Где же когда бывают идеальные модели, идеальные республики? Вот мы сейчас живем в республике, у нас демократия разве же... Можно сказать, что наше общество страшно этим довольна. Но разве ли можно сказать, что недостатки республики, трудности, которые она переживает, и кризисы, в которые она периодически впадает, что избавиться от этого можно только тем, чтобы ее уничтожить? Вы полагаете так? Я могу ответить? Конечно. Дело в том, что Цезарь не уничтожал республику, как вот вы пытаетесь, опять же, вести в заблуждение аудиторию. Цезарь придумал такое замечательное, ноу-хау. Я сейчас даже не употребил имя Цезаря. Нет, нет, нет. Я задал вопрос. Нет, самый общий вопрос. Еще раз, Цезарь не уничтожил республику, да? Цезарь взял так называемые республиканские элементы, при нем продолжал функционировать Сенат, да, контролируемый диктатором. Но Сенат продолжал собираться. При нем продолжало собираться народное собрание, которое выбирало должностных лиц, которые рекомендовал Цезарь. Кстати, вот вы несколько раз употребили слово «демократия». Так вот, Цезарь был творцом идеи управляемой демократии. Не господин Сурков, а именно Гайюлий Цезарь. Вертикаль власти, выстараемая под как бы авторитарного правителя, да? Я думаю, что господин Сурков был бы доволен такой параллелью. Ну, вот это сказать хорошо. Тогда, значит, это ему комплимент. Вертикаль власти, которая контролируется первым лицом в государстве. Контроль над силовыми структурами, ну, как бы, тогда это армия, да? И допущение избирательной активности на местах. Потому что жизнь в итальянских городах, муниципиях, она была абсолютно такой же, как при республике. Собирались горожане на свои городские народные собрания, избирали своих губернаторов, мэров, то бишь, декурионов, и так далее, и тому подобное. Цезарь контролировал только, как бы, вот эту вот вертикаль власти. Все остальные республиканские элементы сохранены, были диктаторами. Татьяна Владимировна, есть некоторая разница, да, между властителями, которые меняются через несколько лет, как определено, законом. Их избирают все, одни руководят государства, потом другие. Вот между такой системой и появлением диктатора по жизни. Конечно, конечно. Вы полагаете, что лучше, когда вот избираемых на определенный срок по закону руководителей стран и сменяемых заменяет пожизненный диктатор, вы считаете это лучше? Я лично так не полагаю. Я вообще сторонник демократического устройства. Только не античной прямой демократии, а представительной современной демократии. И демократия, неуправляемая демократия. Но, минуточку. Значит, мы говорим о римском государстве. Римская республика должно было ответить на вызовы времени. 15 секунд, хотя бы. На вызовы времени. Римское государство в той, как бы, структуре, которая существовала и не была реформирована, не была откорректирована, а такие предложения, посылы ей делались, начиная еще с Тиберия Гракха. А, то есть просто ее слабость состояла в том, что она не сумела использовать свое... Совершенно верно. Но смена на диктатора не была прогрессивным шагом, который привела к расцвету Рима. Она была спасением для государства. Спасибо. Потому что иначе государство было бы в хаусе. У меня еще один уточняющий вопрос, Саня Владимирович. Вы сказали, что Сенат продолжал существовать при Цезаре. Да, конечно. Но можно ли сказать, что Сенат существовал в прежнем виде, или реально Сенат при Цезаре превратился в совет при диктаторе? Вы знаете, так, конечно, нельзя сказать, что превратился в совет при диктаторе. Заговорщики, которые убили Цезаря, да, в Мартовске и до 15 марта 1944 года, члены Сената. Там существовала довольно мощная оппозиция против Цезаря. Кстати, сторона обвинения как-то забывает сказать о том, что Цезарь был, ну, пожалуй, одним из редчайших примеров государственного политика и государственного деятеля, причем который пришел к власти в результате гражданской войны, который по отношению к своим врагам проводил официальную государственную политику. Я прошу прощения, это все, что вы говорите, потрясающе интересно, но ответьте на мой вопрос. Николай Карлович, он всех своих врагов миловал, его враги сидели в Сенате. Замечательно, замечательно, я не подозреваю его в садизме, я вообще, гражданин Цезаря, ни в чем не подозреваю. Мне хочется выяснить, вот Сенат при Цезаре, вы говорите, что там существовала оппозиция. Оппозиция, конечно. Но не существовала ли она именно потому, что роль Сената была сведена к минимуму при Цезаре? Понимаете, как бы Цезарь допустил одну, несколько точнее, так сказать, ошибок. Понятно было, что так или... Не говорите об ошибках. Роль Сената при Цезаре была ниже, чем роль Сената в Римской Республике до Цезаря. Опасение оппозиции было связано не с тем, что роль Сената была ниже... Роль Сената в Республике, прошу вас ответить на мой вопрос. Еще раз, в Старой Сенатской Республике, где была в каком-то смысле корпоративная, если хотите, власть Сената, конечно, она была выше. Сейчас короткий перерыв, после чего мы вернемся к нашим слушаниям. В эфире Суд Времени. Идут слушания на тему Кай Юлий Цезарь. Губитель республики или спаситель государства? Мой вопрос к сторонам. Могла ли Римская Республика решить социальные, экономические и военные задачи своего времени? Прошу вас, Сергей Иванович. Мне не хотелось бы, как бы, концентрированными сравнениями современными актуализировать тему, но я могу сказать, что республика, о которой идет речь, к этому моменту была абсолютно олигархической. И вопрос здесь стоит не о том, что лучше там, демократия или диктатура, а вопрос стоит в том, что лучше, олигархическая, беспомощная республика, семибанкирщина или нечто другое. Вот о чем стоит вопрос. И этот вопрос, в принципе, стоит постоянно. Демократия прекрасная вещь. Пусть она решит проблемы. Если бы Веймарская Республика решила проблемы, не пришел бы Гитлер. Главная задача наша объяснить, что к этому моменту республика проблем не решала. И республика это была не какая-то белая и пушистая демократия, а семибанкирщина, олигархическая свара. Теперь я хотел бы спросить... Прошу прощения, можно я хочу уточнить для себя. Вы упомянули параллель с Веймарской Республикой и с Гитлером. Я вас понимаю так, что вы сравниваете Цезаря с Гитлером? Нет. Или вы считаете Цезаря спасителем от возможного потенциального Гитлера? Нет, я считаю, что Цезарь спас от ужасных вещей. Цезарь был самый мягкий из возможных полетелей. Да, и так далее. Теперь я хотел бы предоставить слово Вадиму Олеговичу Никишину, кандидату исторических наук, младшему научному сотруднику исторического факультета МГУ. Вадимир Олегович, скажите, пожалуйста, ну вы-то как считаете, может быть действительно, так сказать, тогдашняя демократия решала свои проблемы? Я считаю, что Римская Сенатская Олигархическая Республика находилась в состоянии кризиса, как уже было сказано, еще с конца II века до нашей эры, и никаких насущных проблем, это проблемы управления, экономические проблемы, целый ряд других она решить не могла. Ну вот, вам простейший пример. В 56-м году до нашей эры анархия в Риме дошла до того, что было невозможно в течение 7 месяцев избрать консулов, то есть высших должностных лиц республики. Далее, в 52-м году до нашей эры, для того, чтобы хоть как-то разрулить эту совершенно дикую неуправляемую ситуацию, даже предводители Сенатской Республиканской партии, именно Катон-младший, это злейший враг Цезаря, и Марк Биббл, еще один злейший противник Цезаря, они предложили пойти на наименьшее из возможных беззаконий и вручить, по сути, диктаторские полномочия Помпею, противнику Цезаря, мы все знаем это. Помпей стал впервые, это был беспрецедентный случай в римской истории, консул Сина-Коллега, то есть консул без коллеги, это была фактическая диктатура. То есть единственный консул? Единственным консулом в течение 5 месяцев он оказался фактически диктатором. Правильно я понимаю для всех, что это было до Цезаря? Это было за 3 года до того, как Цезарь начал гражданскую войну, и за 5 лет до того, как он стал диктатором. То есть Цезарь не обидел белую пушистую демократическую форму? Нет, разумеется, нет, это сделали до него. Я уж не говорю о том, что у Цезаря были предшественники, я имею в виду военных диктаторов, о них уже вспоминали, это Гай Мари и Сула. И да, последнее, о чем я хотел бы сейчас сказать, это то, что... Мари был диктатором? Конечно, военный диктатор, он был, но де-факто, не де-юре, де-юре он был консул семикратный, а де-факто он был диктатором как и сына. Ведь он был 12-ти кратный консул. Вот, но я хотел сказать о том, что Цезарь до конца действовал в рамках закона. Он приступил закон только в январе 49-го года до нашей эры, когда его вынудили к тому. Он предлагал... Демократия, если можно завершать имущество. Он предложил Помпею тоже сложить чрезвычайные полномочия. Помпей отказался, ему вручили меч, и только после этого Цезарь перешел к насильственным действиям. То есть не он начал гражданскую войну, а его противники республиканцы. Спасибо. Прошу вас, сторона обвинения, вы можете задать вопрос свидетелю защиты. Владимир Олегович, скажите, пожалуйста, как много времени из своей профессиональной карьеры Цезарь занимался государственными делами? Очень мало. Он был по преимуществу военный. И так, значит, государственными делами он занимался немного. Когда он, собственно, занимался? Я бы сказал так, у него было мало опыта, но если мы вспомним его государственные дела, они потрясают это и закон против... Слушайте, ну можно я спрошу, вы меня спрошу, чтобы свидетелю дали отвечать? Нет, нет, нет. Я задаю конкретный вопрос. В данном случае, Леонид Олегович хочет уточнить свой вопрос и получить... Сколько времени, может быть, вы даже годы называете, сколько примерно лет Каюлий Цезарь занимался государственными делами? Смотря что вы имеете в виду под государственными делами политик, он занимался всю жизнь. Если мы говорим о государственных преобразованиях, то он занимался этим только в течение гражданской войны, с 49 по 45 годы, и то несколько месяцев в, собственно, перерывах между войнами. Несколько месяцев. Поэтому он успел так мало сделать. Благодарю вас, Ваши честь. Спасибо. Я должен сделать некоторую ремарку. Если ваша цель была, когда вы задавали этот вопрос, Леонид Михайлович... Я могу уточнить, Ваша честь. ...сколько времени занимался из своих, кстати, жизненных сил, ему предназначенных, и времени занимался Каюлий Цезарь государственными делами? Действительно, он занимался многими делами, но у него и были некоторые способности, Леонид Михайлович. Бесспорно. Ему хватало и не столь большого времени. Ваша честь, задав вопрос и получив удовлетворяющий мне ответ, я просто хотел обратить внимание на то, что этот человек всю свою жизнь воевал. Он, как у Плутарха, по-моему, написано, воевал с тремя миллионами, миллион из них убил. По-моему, население Рима в результате войн сократилось вдвое. Этот человек воевал и убивал. Он был замечательным полководцем. Он хотел сказать, что как государственный деятель, как руководитель государства, он не имел совершенно никакого опыта, потому что у него не было времени этим заниматься. Спасибо, благодарю вас. Господин обвинитель, ваш тезис, ваш свидетель. Сергей Михайлович Адамского могу ли попросить заслушать? Кандидат в исторический наук, старший преподатель кафедры всеобщей истории Российского гуманитарного университета. Добрый день, коллеги. Я еще не задал вопроса. Да, я просто поздоровался. Скажите мне, демократия была как слаба, так уже была такой олигархической, такой ни на что не способной, что, может быть, ну действительно свергнуть, разогнать этих всех негодяев, доверить все надежному мужику, и он все решит. Так примерно обстояли дела в Риме. Ситуация в Риме обстояла следующим образом. Во времена, о которых говорим мы, Рим представлял собой сенатскую аристократическую республику, в которой демократическая составляющая была принижена. И все, не будем говорить о процентах, большинство граждан Рима считало это нормой. И вот Цезарь дотелся к раскеттим политикам. Он предлагал альтернативу сенатской аристократической республике. А сенаторы никогда не защищали демократию. Совсем иные были понятия у римлян. Было понятие свобода. Свобода и достоинство римского народа. Величайшие ценности. Сенатор любой отстаивал авторитет сената в совокупности со свободой и достоинством римского народа. Одно без другого, без третьего, не существовало. Цезаря обвиняли в первую очередь в том, что он подавил авторитет сената, подавил свободу и унизил достоинство римского народа. Вот таким образом некоторые комментарии такие нужно обязательно высказать. Что касается возможностей республики, потенциал ее был огромен. Цезарь с этим потенциалом безжалостно расправился. Благодарю вас, Ваше Чество. Спасибо. У меня есть уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, если столь огромен был потенциал римской республики, почему же она рухнула? Она не рухнула. А куда же она делась? Она трансформировалась. Любая система имеет тенденцию изменяться в зависимости от изменения каких-то условий. Система открытая, сложная, нелинейная. То есть ее потенциал не соответствовал новым историческим условиям? Появляются новые исторические условия, которые воздействуют на изменения системы. Прошу вас. Сторона защиты, вопрос свидетелю обвинения. Мы уже убедились, когда Вы задали уточняющий вопрос, что свидетель согласен, что потенциал не соответствовал требованиям времени. Но мы только это и обсуждаем. Соответствовал ли потенциал требованиям времени? Как нелинейное, открытое, так диссипативное, эргодическое. Мы можем произносить еще много слов, но суть заключается в том, что когда ты не отвечаешь на вызов времени, суд времени меняет систему. Ты либо решай задачи, либо будет хуже. В этом смысле единственный вопрос, который волновал меня, например, в связи с этим, это вопрос о том, отвечают ли слабаки за то, что потом приходят бандиты. Бандитов потом проклинают, а слабаков. Отвечает ли римская, отвечает ли веймарские слабаки за пакость Гитлера? Вот почему всегда отвечать должны только негодяи? А почему те слабаки, которые их на блюдечке с голубой каемочкой принесли народу, отвечать не должны? Скажите, пожалуйста, правильно ли я вас понял, что демократический строй был сопряжен со столетиями гражданской войны? Значит, еще раз. Это я цитирую вас. Еще раз. Демократического строя в Риме не было. Понятно, вот этот, тот плохой строй, одну секунду, я уточню. Вот этот строй обеспечивал римским гражданам счастье столетия гражданских войн. Правильно ли я вас понял? Нет, вы меня поняли неправильно. Ответьте, пожалуйста. Отвечу. Гражданская война в Риме, самая первая и все последующие, это своего рода метод политической борьбы. В рамках республиканского политического устройства. Прошу прощения, поскольку время уже завершилось, я задам уточняющий. Это метод политической борьбы. Вы хотите жить в стране, где метод политической борьбы гражданской войны? Да или нет? Я хочу жить в стране, где есть методы политической борьбы. Хотя бы гражданская война. Как крайний случай. Отлично. Спасибо. Я задам уточняющий вопрос. Да, здравствует гражданская война. Нет, свидетель этого не говорил. Прошу, я вас, могу я вас понять так, что гражданские войны начались до Цезаря и закончились после него? Абсолютно точно. Спасибо. Сейчас короткий перерыв, после чего мы продолжим слушание. В эфире «Суд времени». Идет первый день слушаний по теме «Кай Юлий Цезарь» – губитель республики или спаситель государства. Мой вопрос. Могла ли республиканская модель обеспечить социально-психологическую устойчивость римского общества? Итак, сначала обвинение. Прошу вас. Да, когда ребенок рождается, вот, ей-богу, кто присутствовал при этом акте, может засвидетельствовать, появляется ребенок, но никогда не представится, что это будущий олимпийский чемпион или, знаете, красавица номер один, победительница соревнований вообще. Так и с демократией. Так и с демократией, когда она появляется на свет, она выглядит очень неубедительно, а потом достигает вершин. Можно я обращусь к обоим своим свидетелям? Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, ну, все-таки, давайте вернемся к вашему тейсу. Вы сказали, что тот строй, республиканский строй, давайте мы уточним, республиканский строй, при котором существовали свободы, он обладал достаточным потенциалом, да? Он мог решить те проблемы, которые возникали в каждом жиле? У нас они здесь возникают, уж можете представить, что в древнем Риме-то они возникали еще чаще. Он их пытался решать. На протяжении нескольких веков он их решал успешно. Потом он их стал решать менее успешно и искать пути более успешного решения. Вот скажите, а вот такая автократическая модель, такая жесткая модель, власть, вертикаль власти, она лучше решала эти проблемы или нет? А у Цезаря не было времени. Вот к вопросу, который мы уже обсуждали, после последней своей стычки со сторонниками Помпея, Цезарь вернулся в Рим в октябре 45-го года нашей эры, а в марте 44-го его зарезали. Когда он мог показать, способен ли он решить проблемы, стоящие перед Римской Республикой? Но не было на это времени. То есть эта система даже и не показала свои преимущества? У нас нет исторического опыта. Благодарю. Сергей Иванович, можно я вас спрошу, с вашей точки зрения, все-таки вот та существовавшая, маленькая, слабенькая, вот только что появившаяся на свет, такая республиканская, свободная, почти демократическая модель, она могла решать проблемы, которые возникали каждый день? Да они везде возникают. Или нет? Ну что делать? Могла, конечно. Но давайте посмотрим, что стало после Республики. Я вот у Татьяны Владимировны давно хочу спросить, любит ли она лошадей. Вы не можете задавать здесь вопрос. Вы беседуете в видение? Это вопрос риторический, потому что... Я думаю, что после эфира вы вполне сможете задать ей это вопрос. А любите ли вы тигра? А любите ли вы догов? Нет. Любите ли вы догов? Сидите, обращайтесь. Дайте сказать, подождите. Обращайтесь, пожалуйста, ко мне. Это вопрос абсолютно по теме. Нет, ну в этом вопросе не было ничего обидно. Потому что один из императоров ввел в сенат лошадь и сделал ее сенатором. Вот если Татьяне Владимировне привезти лошадь в студию, вот наша студия, кстати, очень напоминает римскую курию, где заседал сенат. Уважаемый следитель, я вас прошу оставить в покое, Татьяна Владимировна, и отвечать на вопросы обвинения. Если я правильно понял, свидетель, он хотел сказать, что превращение республики в вот эту вот систему единоличной власти, диктатуры, привело к этому, это самое зримое выражение, когда император, издеваясь и плюя на все, приводит в сенат лошадь и говорит, вот она вам будет управлять. Правильно я вас понимаю? Все правильно. Наследники Цезара привели. Вот вам нравятся наследники Цезара. Калегула, Нервон. А наши наследники привели вас. Но они за вас не отвечают. Сергей Иванович, у вас будет возможность задавать вопросы, свидетельцы? Подождите. Да, действительно, что вы так суетитесь? Георгий Иванович, не обращайте внимания. Не давайте отсюда, пожалуйста, оппонирующей стороне. Значит, правильно ли я вас понимаю, что та система, которую хотел создать Цезарь, но не успел, и которую создали его наследники, она была хуже той, которая существовала, вот такой зародышевой демократии, маленькой, убиравшей силу. Правильно я вас понимаю? Естественно. От Рима почти ничего не осталось. Вот перепись населения, оппоненты любят цифры. До гражданской войны 320 тысяч граждан римских было. После гражданской войны 150 тысяч. Плутарх. Это каждый второй погиб. Вы хотели быть каждым вторым? Не обращайтесь, пожалуйста, к свидетелям противоположной стороны. Отвечайте на вопросы. Или лучше давайте сбросим Гайя Мария со скалы, чем каждый второй погибнет. Что вам Гайя Мария, я никак не понимаю. Он благодарен. К этому времени Гайя Мария уже умер давно. Надо, чтобы студия запомнила новую личность. Я просто хотел резюмировать показания свидетеля, который продемонстрировал, что та форма правления, которая существовала, начинавшаяся демократия, могла решать проблему. А другая привела к появлению лошади в Сенате. Спасибо. Сергей Иванович, прошу. Ваш вопрос к свидетелю со стороны защиты. Скажите, пожалуйста, за сколько столетий до Цезаря родился ребенок под названием вот та политическая система, которую Цезарь трансформировал? Ну, сколько там? Столетия четыре? Вот, значит, ребенку к этому моменту было четыре столетия. У вас были дети, которые рождались в четырехсотлетнем возрасте? Лично. Я снимаю этот вопрос. Пожалуйста, я полностью вас поддерживаю, так же, как себя, за то, что я его задал. Следующий вопрос. Можем ли мы сказать, что Цезарь создал самую мягкую систему? Не можем сказать, почему. Из тех, которые было возможно. Цезарь всячески берег республику, он пытался сохранить что-то, так сказать... Вы помните африканскую войну? Он был умнейшим и культурнейшим мягким человеком. В чем он, собственно, виноват? В том, что влилась резня, в том, что Сула и Марий лили эту непомерную кровь? Он виноват? Вы помните африканскую войну? Свидетель, уважаемый, я вам должен сказать, что защитник не обязан помнить африканскую войну. Он точно не помнит. Не, ну, если не историк, изнаток Цезарь, он должен помнить. Но он не обязан. Я историк. Я не историк. Хорошо. Я тут с удовольствием мучусь у историков. Хорошо. Вот у меня в исторической семье, в которой я родился, все говорили «тацит» по-французски, а теперь я буду говорить «тацит» и так далее. Только в одной битве в африканскую войну погибло 80 тысяч граждан. Цезарь лично приказал уничтожить весь сенат республиканских визгнаний, 300 человек. Все, практически, все патрицианские роды были вырезаны. Ну, сейчас, ну, просто давайте мы разберемся с пресловутым конем. Ну, разберите. Скажите, пожалуйста, кто ввел коня в сенат? Кто ввел? Коня в сенат. Я не помню, давно было. Давно было. Я не обязан помнить, как говорит судья. Вот это высоко исторически. Его ввел император Каллигула. Точно так же, как вы, африканскую войну не должны помнить. Каллигула, поскольку это знают все, кто знают русскую поэзию, Каллигула, а твой конь в сенате не мог сиять во злате, сияют добрые дела. Ну, вот видите, вспомнили. Африканскую войну скоро вспомнили. Так его ввел Каллигула. До тех пор, пока мы можем... Цезарю в страшном сне не могло присниться не только коня ввести, но и недостаточно интеллектуальных людей в сенат. Он жалел всех своих врагов. Он погиб от рук тех, кого он спас. Причем тут Цезарь и конь. Это вот и есть классический метод диалога, а-ля Шукшин срезал, когда одним людям шьют, прошу прощения, дела другие. Спасибо. Время истекло. Сергей Романдуйович, могу я задать вначале вопрос? Нужно ли так понять, что Кай Юлий Цезарь, человек, несомненно, огромного масштаба, был величайшим гуманистом? Исходя из того, что... Понимаете, ну, они все были странные гуманисты в то время. Я мечтаю написать историю менталитетов, если у меня останется время в жизни. Менталитеты разные. Мне кажется, что по той эпохе, ну, что по отношению к Сулле и Марию, да, по отношению к тому, что там творилось, он фантастически тонкий. Я понял. Я понял. Фантастически тонкий. То есть были ребята покруче. Не просто. Понимаете, ну, все-таки он же один из них. Спасибо. Потом он еще солдат. Понимаете, одно дело Мандельштам, другое дело... Ваш тезис, вопрос вашим свидетелям. Предайте одно доказательство. Доказательство, пожалуйста, защиты. Я уже боюсь, но Плутарх, наверное, Плутарх. Плутарх. Сулла брались за оружие, серебром и золотом подкупая воинов, огнем и мечом устанавливая законы. Силой подавляя несогласных. А Сулла, раз только поставленный над войском, 10 лет подряд не выпускал из рук оружие, назначая себя то консулом, то проконсулом, то диктатором и всегда оставаясь тираном. Сулла, раз и все. По меньшей мере, некорректно. Кроме того, если приводить, опять же, свидетельство современников, то о том, что в римском обществе не все в порядке с нравами, об этом уже давно было известно. Современник Цезаря, не Тацит, а именно современник Цезаря Солюсти, четко дал диагноз, описание. Два самых страшных порока, которые разъедали римское общество, и прежде всего сенат, сенатскую олигархию. Это честолюбие, неумеренная погоня за почетными должностями, за почетным положением и коррупция. Вот та самая коррупция, от которой мы с вами... Прошу прощения, вы так блестяще говорите, что мне абсолютно не хочется остановить. Я бы хотел второму свидетелю дать возможность. Историк Тит Ливи писал как раз об этом времени, что мы не в состоянии выносить ни саму болезнь, ни лекарства от нее. Я хочу сказать, что единовластие было абсолютно запрограммировано, абсолютно естественно. И если мы предоставим слово античным авторам, а не будем, так сказать, сами судить и добавлять какие-то свои домыслы, то мы увидим, что и Тацит, и Свитони, и Сенека, и другие авторы поддерживают идею единовластия. То есть вопрос стоял только в том, насколько добродетелен будет носитель этой власти. А Цезарь был не худшим из всех, повторюсь. Все-таки он проводил политику клеменция, милосердие, а единовластие было необходимо в интересах большинства и в целях безопасности, как пишет тот же Корнелий Тацин. Понял ли я? Спасибо. Хочу уточнить вопрос. А, все. Спасибо. Могу я задать, а я могу задать уточняющий вопрос Татьяне Владимировне. Уважаемая Татьяна Владимировна, вы упомянули страшные пороки Римской Республики. Честолюбие и коррупцию. Да. Неумеренное честолюбие. Даже ужас какой-то воцарился в зале, по-моему. Вы считаете, что любое общество, любое государство, которое страдает теми же пороками, нужно сразу же менять в нем форму правления? Вы меня немножко не передергивайте, Николай Карлович, ваше честь. Виноват, если так объясните. Мы говорили не о пороках Республики, а о моральной деградации римского государства. Римская Республика могла быть реформирована. Такие предложения поступали. Римский Сенат, в руках которого реально находилась власть, отказывался от любых попыток реформировать государственное строение. Почему? Вопрос сложный. В формате этой передачи не объяснить. Но один только пример. По латыни «рес новое». Новые дела означают переворот. Это пресловутая консервативность римского сознания. Возведенная, доведенная до логического конца, то есть до абсурда. Не менять. Вот есть нравы предков, есть традиция. Значит, мы будем держаться за нее всеми зубами и ногами, хотя у нас уже совсем другое государство. Не маленький город-государство, а огромная территориальная держава. Я понял вас. Спасибо. Спасибо, Татьяна Владимировна. Я благодарю вас за блистательный комментарий, на самом деле. Мне это было очень интересно и важно. Пожалуйста, сторона обвинения. Вопрос свидетелям защиты. Да, вопрос о нравах в Риме, это, конечно, интересно. И сам Цезарь-то тоже ведь был отнюдь не образцом морали. Что-то я помню, его современники рассказывали о различных даже, как теперь говорят, нетрадиционных сексуальных приключениях, о том, какими замечательными деньгами он возвращался, поправив материальное положение из различных военных походов. Потом, правда, что он делал, как вы говорите, делился. Да, это, конечно, большое достижение. Скажите, пожалуйста, а потом, когда вот эта вот несовершенная, такая слабенькая, жалкая, веканско-демократическая модель свобода рухнула, нравы исправились в Древнем Риме. И там больше некористолюбие, все дивные люди пришли к власти. Это произошло тогда, когда сменилась диктатура, в нашем понимании этого слова? Значит, одно дело, мягкий авторитаризм, тот вариант, который предложил Цезарь, другое дело, перерождение авторитарного режима в кровавую такую диктатуру одиозных императоров династии Юлиев-Клавдиев. Вам не кажется, что вот как только ты делаешь шаг, вот видите, вот тут осторожно, сейчас делаешь, я упаду, вот маленький шаг, вот от демократии, не очень хорошего, к мягкому, замечательному авторитаризму, все, следующее будет кровавое и жестокое. Я согласна, например, жить при управляемой демократии, но я не согласна жить при кровавой диктатуре Сталина. Шаг, вот тот самый вопрос о шаге, да? А вы всегда уверены, что следующим шагом это не будет? Нет, я не... А там тоже начиналось с мягкого авторитаризма. Шаги всегда стоит в истории. Значит, это есть совокупность субъективных и объективных исторических обстоятельств. Задача, как бы, историка в том числе, да, предоставить обществу достаточную информацию, чтобы общество всегда четко ощутило вот границы этого шага. Как далеко мы можем продвинуться по тому или иному пути. Спасибо, Татьяна Владимировна. Я вам честно скажу, что поскольку здесь больше интересует переход от республики к империи, меня пристрастия сексуальной покойного Каи Юлия Цезаря значительно меньше интересует. Как Платона, наверное, да? Очевидно, что будет второй день слушаний по делу Каи Юлия Цезаря. Итак, сейчас мы прекращаем наше телевизионное голосование. Завтра в 21 час продолжение слушаний по теме Каи Юлия Цезарь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимает прошлое по-своему. В эфире Суд Времени. В центре нашего внимания исторические события, персонажи, проблемы, их связь с настоящим. Судить историю вы будете вместе с нами. У вас есть возможность голосовать. Такая же возможность будет у сидящих в зале. Идет второй день слушаний по теме Каи Юлий Цезарь. Губитель республики или спаситель государства. Каи Юлий Цезарь – один из наиболее крупных деятелей всемирной истории. Он символ человека, обладающего самыми разными талантами в самых разных сферах человеческой деятельности. От полководческой до ораторской. Более двух тысяч лет назад он жил и правил в Риме. В великом государстве, положившем начало современной цивилизации. Именно при Цезаре Римская республика начала свое превращение в Римскую империю. Главный вопрос наших слушаний. Гай Юлий Цезарь – губитель республики или спаситель государства. Мы запускаем голосование для нашей телевизионной аудитории. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Сейчас прошу представить материалы по делу на экран. В середине первого века до нашей эры Гай Юлий Цезарь стал полновластным хозяином Рима. Этому видному политическому деятелю удалось то, за что боролись многие его предшественники – получить практически неограниченную власть при существующих институтах республики, который руководил Сенат. В эпоху реформ и новых завоеваний государству была необходима сильная центральная власть. Терзаемый интригами и политической борьбой Рим не раз оказывался на грани гражданской войны и переходил эту грань. Однако после правления семи римских царей монархию в Риме восстановить было довольно сложно. Тем более, что страна только пережила диктатора Сулу, который во всем опирался на армию. Сегодня многие историки говорят о том, что Гай Юлий Цезарь нашел единственно верный путь для проведения собственных реформ, совместив сразу несколько традиционных постов и сохранив республиканский строй. Однако оппоненты уверены – заняв ключевые должности, Цезарь фактически отстранил от управления страной все институты власти. Это ускорило гибель республики и привело к созданию империи. Как считает ряд исследователей, правление Цезаря на долгие годы предопределило развитие всей Европы. Кем же был Гай Юлий Цезарь – автократом или реформатором, который безболезненно смог решить актуальные на тот момент проблемы государства? Мог кто-либо из его современников дать лучший ответ вызовам того времени? Обвинитель на процессе. Писатель Леонид Млечин. Защитник Сергей Кургинян. Политолог, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Приступаем к слушаниям по существу. Был ли Цезарь архитектором авторитаризма или выразителем авторитарных тенденций? Пожалуйста, сторона защиты. Прошу вас, Сергей Равадович. Ваш тезис, ваш свидетель. Мы обсуждаем сейчас один из самых важных вопросов, важных для нас, для нашего будущего, для всего. Потому что если ты своевременно даешь ответ на исторические вызовы, то ты спасаешь людей от худшего. Но если ты в этот момент колеблешься, если ты не делаешь этого маленького шага в сторону и не берешь под контроль ситуацию, то либо кровавый хаос, либо приходит какой-то мерзавец, который уже делает то, что дальше не имеет никакого человеческого смысла и имеет характер необратимости. Я хотел бы здесь коротко сослаться на самого главного авторитета по этой эпохе. Сделал ли Цезарь только этот шаг? Теодора Момзона, пашу, пожалуйста, вывести мне доказательство номер 8 Момзона. Пожалуйста, доказательство защиты. Теодор Момзон. История Рима. Та форма, которую придал Цезарь устройству римского государства, неограниченная военная монархия, явилась логически неизбежным завершением исторического развития античных государств, где все было построено на рабстве, где из городского устройства в течение веков развился олигархический абсолютизм, по сравнению с которым неограниченная монархия являлась меньшим злом. Слышите эти слова, олигархический абсолютизм. Это диагноз Момзона. Это самое опасное заболевание, которое Цезарь как-то сумел на него ответить. Теперь я бы хотел, чтобы говорили люди, которые знают это глубоко. Как блестящий историк Татьяна Владимировна Кудрявцева, которая уже говорила, так и вновь появившийся Фёдор Александрович Михайловский, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории МГПУ. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос каждому из вас. Каждому из вас. Скажите, пожалуйста, Цезарь всё-таки, он ответил на исторические вызовы своему времени и ответил наиболее мягким, адекватным способом? Или же он изнасиловал время и убил в нём все здоровые потенциалы? Нет, ну как бы, конечно, ответ однозначно. Да, мягким, адекватным образом. Но это один из самых простых вопросов нашей дискуссии. Потому что ответ тут однозначно, что он был только выразителем авторитарных тенденций. Эти авторитарные тенденции были заложены в самом римском государственном, республиканском устройстве. Вот тот самый пресловутый монархический элемент, власть высших магистратов, консулов, о котором уже шла речь на первой передаче. Цезарь был далеко не первый в ряду тех, кто эти авторитарные тенденции выражал в эпоху кризиса и гибели республики. До него было пятикратное подряд консульство Мария, диктатура Суллы, неограниченные полномочия Помпея, единоличное консульство Помпея. Спасибо большое. Я хочу просто, чтобы Федор Александрович мог тоже сказать, потому что... Я, как, так сказать, свидетель стороны защиты Цезаря, могу присоединиться к тому, что сказано. И подчеркнуть только, может быть, два момента очень важных. Десять секунд у вас для этого. Во-первых, как раз ярым защитником республики, которую наши оппоненты так идеализируют, был кровавый диктатор Сулла. Вот он старался спасти рухнувший режим. И для спасения, парадокс в этом, он вообще на самом деле установил режим более авторитарный, нежели Цезарь. Это раз. И во-вторых, настоящий авторитаризм в Риме построил не Цезарь. Построил другой человек, Октавиан Август, преемник Цезаря. И построил его совершенно иначе. Спасибо. На иных принципах. Цезарь не отвечает ни за Каллигулу, ни за остальные безумства. Но Октавиан Август, наверное, тоже не отвечает за Каллигулу. Ну, Октавиан Август... Или в большей степени, вы считаете? Октавиан Август, этот вопрос по-другому надо ставить. Спасибо. Вероятно, отвечает. Спасибо. Сторона обвинения, пожалуйста, вопрос свидетелям защиты. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, а что значит выразитель авторитаристских тенденций? Что значит выразитель? То есть он не по собственной воле действует, а кто-то его подталкивает? Давайте просто уточним это для наших зрителей. Что вы имеете в виду? Простите, вопрос сформулирован не мною. Нет, нет, конечно. А я вас прошу, вы эксперт, вы свидетель, поэтому ваше мнение важно. Очень просто. Те принципы, на которых основывались римские республиканские магистратуры, то есть принципы замещения должностей. Все должности были коллегиальные и все должности были сроком на один год. Теперь представьте себе, огромная держава, войны, которые идут годами. Возможно было сохранить этот принцип? Невозможно. Это понимал прекрасно тот самый Сенат, о котором мы ввели уже речь, и который шел на то, чтобы наделять полководцев неограниченными полномочиями. То есть уже как бы вот ступив вот на ту самую дорожку, которая привела в итоге к авторитарному режиму Гая и Юлия Цезаря. Цезарь был тут последний в ряду. Не он это придумал. Авторитарные тенденции, а, были заложены в самом римском государственном устройстве, поскольку всегда традиционно была очень сильна власть высших магистратов-консулов. Б. Эти авторитарные тенденции в эпоху великих завоеваний усилились до нельзя, потому что надо было управлять огромной державой. Это я понимаю, но я не пойму, как он действовал. Это вот его кто-то подталкивал, вот он марионеткой был. Вот есть такие тенденции, он должен ее выражать, сидит и выражает в Сенате. Или все-таки это была его личная воля? Он хотел власти. Он хотел власти, но это же был живой человек, полководец, амбициозный. Он хотел власти. Это нормально, кстати говоря. Это, конечно, полный миф о том, что Цезарь там с колыбели, да, лежа в колыбели. Нет, не лежа, а позднее, когда стал полководцем. Ну, хорошо, так сказать, когда под стол ходил, лелеял мысль о том, как вот это замечательно, он когда-нибудь станет единоличным правителем Рима, захватит власть в Риме. К исходу, вот к установлению режима личной власти, а это действительно исход, привело сочетание, еще раз, объективных и субъективных обстоятельств. Цезарь спасал Римскую республику, Римское государство. Он, как уже было сказано, не нарушил ни один закон, кроме закона Суллы о провинциальных наместниках, когда он пересек реку Рубикон. Он не придумывал никаких новых должностей для себя. Все должности, которые занял Цезарь, это все республиканские должности. Он, правда, придумал одну, как теперь говорят, фишку. Он сосредоточил в своих руках несколько старых республиканских должностей. Вот это действительно его ноу-хау. А пожизненный диктатор это тоже такое, вот, такое обычное, то есть там каждый... Это было до него, это Сулла. Сулла первый раз стал диктатором на неограниченный срок с неограниченными полномочиями. Так что это не Цезарь придумал. Ну, это такое обычное дело. Цезарь придумал вот то самое, на чем потом Август стал выстраивать свой авторитарный режим, сосредоточение в одних руках, нескольких, подчеркиваю, республиканских должностей. Можно еще раз для себя уточнить? То есть не желание и стремление к власти, а только ради спасения Рима. Логика политических событий. Только ради спасения Рима. Личная власть не имеет значения. Спасибо, спасибо. Время и секунду. Благодарю вас. Татьяна Владимировна, уточняющий вопрос. Не могу отказать себе в удовольствии задать вам этот уточняющий вопрос. Все-таки, еще раз, вы считаете, что Гайюлий Цезарь был настолько неамбициозен и настолько думал исключительно о государстве римском, что проблема его личной власти его не волновала? Конечно, он был амбициозен. Более того, неамбициозный римский политик, это круглый квадрат, это нонсенс. Все политики римские амбициозны. Он хотел личной власти, но он хотел и благо для римского государства. Спасибо. Сторона обвинения, прошу вас. Ваш тезис, ваш свидетель. Все диктаторы неизменно хотят благо своему государству, они об этом говорят, и им об этом говорят. Но вы здесь у нас диктатором, только ради блага государству, неизменно. Могу ли я попросить вывести доказательство номер 4? Пожалуйста, доказательство обвинения. Илья Шифман. Из книги «Цезарь Август». К статуям древних царей, стоявшим на Капитолии, Цезарь велел присоединить и свою собственную. Он появлялся в пурпурном плаще и красных сапогах, которые, по преданию, носили его предки, цари Аль-Белонги. Он не соизволил встать, когда Сенат прибыл к нему. 26 января 44 года до н.э. приверженцы Цезаря попытались провозгласить его царем. Но угрюмое молчание народа заставило их отказаться от этого намерения. 15 февраля Цезарю предложил царский венец его ближайший приспешник Марк Антоний. И снова явное недовольство народа вынудило Цезаря отвергнуть корону. После изгнания Тарквиниев царская власть традиционно считалась в Риме явлением чуждым и даже враждебным римской государственной системе, а желание овладеть ею тягчайшим государственным преступлением. Ваша честь, могу ли я допросить свидетелей Сергея Михайловича Адамского, кандидата исторических наук? Будьте вы, Сергей Михайлович, страна защиты рассказывает нам о том, что в Древнем Риме была масса пороков. А приход такой личности, как Цезарь, избавил это общество от пороков. У меня же такое ощущение, что он обладал всеми этими пороками, коррупция, непотизм, раздавал должности близким людям, весьма неплохо обогатился и раздавал деньги, покупая людей. Может быть, он даже и первым это придумал, может, до него кто-то придумал это замечательно. Не он ли говорил замечательную такую вещь? Есть две вещи, которые утверждают, защищают и умножают власть. Это армия и деньги. Причем друг без друга они немыслимы. Скажите, пожалуйста, так что же, чего Цезарь лишил Древний Рим? Республики, демократии, может быть, свободы? Цезарь лишил римлян, если не той свободы, которая у них была когда-то, по крайней мере, иллюзии свободы. Ощущение, что они сохраняют свободу, достоинство и тот традиционный государственный строй, в котором все были воспитаны, и отказаться от которого традиционного мышления человек не может. Для него это крушение всего его мира личного. Ощущение, что он потерял то, что ему было передано от отцов. Было ощущение у римлян в переписке современников, которая сохранилась, к счастью, достаточно много писем, благодаря изданию переписки Цезаря, величайшего римского оратора. Сохранились различные реакции. В основном это скорбь по поводу потери. Да, некая стабильность наступила. Об этом писали будущие убийцы Цезаря за год до убийства. Стабильность ощущается. Закончилась как-то гражданская война, а свободы нет. Невозможно свободно высказываться, невозможно действовать, невозможно добиваться того, что привыкли добиваться в политической жизни, в политической борьбе. И вот это очень смущало. Спасибо большое. Можно я спрошу свидетеля Андрея Михайловича Смаршкова, кандидата исторических наук. Скажите, пожалуйста, чего лишил Цезарь Рим? Чего он лишил своих сограждан? Мне кажется, это чувство сопричастности к общей судьбе Рима. В эпоху империи это чувство сохранилось, но на уровне отдельного города. А общие вопросы уже решали другие. Конечно, когда мы говорим о демократии в Риме, конечно, ее там не было. Подсчеты показывают, что максимум могло 3% граждан в конце второго века участвовать в народном собрании. 3% максимум. Но каждый мог, он знал, он может участвовать. Он может не прийти, но может и прийти, а сейчас никуда было приходить. Вот это, что мне кажется, важно. У меня уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, Сергей Михайлович, можно к вам обратиться? Был популярен Цезарь? Вот после всего того, что он сделал, там, лишил иллюзий свободы, он был популярной фигурой? В народе Цезарь был очень популярен. Спасибо. Второй вопрос. У Момзона, которого неоднократно цитировали, я помню, были такие слова, я сейчас не помню дословно, но смысл такой, может быть, даже и дословно приведу. Цезарь был великим демократом, и даже будучи монархом, он оставался демократом. Если речь идет о римском понимании демократ как синоним популяра, то есть человека, действующего в интересах народа... Нет, разницу между словами популяр, то есть член, соответственно, партии популяров и демократом, я думаю, Момзон понимал. Нет, Момзон мог использовать определенный термин, и нужно смотреть, как его перевели еще. Скорее всего, речь шла о том, что Цезарь был и оставался сторонником популяров, то есть политиков римских, которые в своей политической деятельности опирались на народ, а не на сенат. То есть вы считаете, что это особенность перевода цитаты Момзона? Нет, я считаю, что таков смысл того, что говорил Момзон, после которого, кстати, историография еще больше ста лет развивалась, это не последнее слово в историографии о Цезаре, о римской истории и так далее, вот, и еще надо учитывать страну и время, в которое он жил. Спасибо. Пожалуйста, сторона защиты. Ваш вопрос свидетелям обвинения. Скажите, Цезарь бы, вот он хотел стать царем, вот так вдруг получается, что все рвутся к личной власти, все хотят преуспевания, так что вот вы, например, считаете, что все люди, великие люди в истории берут власть для того, чтобы обеспечить себе преуспевание и доминирование, чтобы нарыть бабок и понаслаждаться властью, или у них есть другие цели? Я вас спрашиваю, вас спрашиваю, вас спрашиваю, имеет ли это отношение... Это очень-очень сложный вопрос, особенно применительно к Цезарю. Да. Значит, стать царем ни один нормальный римский политик не мог хотеть, это было крайне непопулярно, но каждый римский политик прекрасно представлял, чего он достоин. Простите, пожалуйста, мне кажется, что для вас... И он хотел это получить. Простите, я сейчас... Мне кажется, что для вас истинно что-то значит. Скажите, у Цезаря было ощущение предназначения и блага для своего народа? Или только корысть и желание покрасоваться наверху в красных сапогах? У любого римского политика было ощущение, что он должен служить государству. Спасибо. И второе... Вы можете развить это. И второе. У любого римского политика было четкое представление о том, что ему должно быть дано за его служение государству. И Цезарь чувствовал, что недополучил. Возможно. И чтобы дополучить, он развязал гражданскую войну, победил в ней и получил даже больше, чем рассчитывал. И в конце концов 23 удара кинжала в сенате. Как мы... Значит, насчет 23 ударов кинжала, я скажу, что он еще получил. Один человек получил гвозди в руки, да, и повисание на кресте. Но к Цезарю это не... Я хочу сказать только об одном, что есть люди, есть люди, есть люди, есть люди, есть люди, которые хотят совершить великое историческое деяние и погибнуть в крови. А есть люди, которые хотят вкусно кушать и как можно дольше писать и какать. Вот это разные люди, понимаете, это разные люди. Так а в чем происходит возражение? Вот Цезарь относился к этой первой... У вас есть возможность задать вопрос? Скажите, пожалуйста, следующий вопрос. Вы говорите об историографии после Момзена. Да. Да? После Момзена. В этой историографии кто-то сказал о том, что Римская Республика имела потенциалы для того, чтобы без Цезаря дальше двигаться, быть в шоколаде. Назовите кто? В этой историографии все такие вот крайности были сглажены. Нет, кто сказал, что Римская Республика... Вы... Сергей Романович... Сергей Романович, извините, извините. ...были сглажены. Извините, если сейчас специалист по данному периоду, господин Адамский, будет называть фамилии историков, незнакомая наша аудитория, от этого никому не будет... Он их назовет, не назовет, потому что их нет. Он назовет их, потому что он специалист по периоду. Нет, если их нет, то как специалист он может только сказать, что их нет. А вы знаете, что их нет? Назовите. Если вы знаете, что они есть, то назовите. И, и, и. Значит, любой исследователь... Ну, вот у нас, например, был Николай Александрович Машкин, да? Довольно старенький исследователь. И его... Особой неприязни к Цезарю не обвинился. Это знаменитый российский исследователь, советский. Да, это в нашей историографии крупнейшая величина. Вот. Он посмотрел на весь политический процесс время объективно. Объективно, без лишних восторгов. Вы можете процитировать, что он сказал? Так, всё, что... Время и стекло. Или вы можете сопоставить с Машкиной и Момзиной? Так, спасибо. Сопоставить в каком плане? Спасибо, время и стекло. Объявляю короткий перерыв, после чего мы продолжим наши слушания. В эфире Суть Времени. Идёт второй день слушаний по теме Кай Юлий Цезарь. Губитель республики или спаситель государства? Мой вопрос сторонам. Смогли бы другие лидеры дать другой ответ на вызовы своего времени? Пожалуйста, сторона обвинения. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что же, это продолжение нашего разговора. Давайте, Андрей Михайлович, постараемся удовлетворить любопытство и наших собственных, и наших зрителей, и уверен, защиты. Не будь Цезаря, не будь сильных фигур, желавших единоличной власти. Что произошло бы с древним временем? Распался бы, развалился бы. Ну, трудно говорить с отлагательным уклонением бы. Но предположить можно. Сегодняшняя история позволяет нам судить об альтернативах. Замечание. Поставленный вопрос говорит о том, были ли лидеры. In you, right, please. Имена. Он не говорит о том, мы уже обсуждали, были ли шансы. Да. Так вот, если говорить о лидерах, опять-таки, с отлагательного уклонения, уже упоминался Помпей, которому неоднократно вручали весьма огромной полномочия, который вполне мог стать авторитарным лидером, но он удержался от этого соблазна и использовал свои полномочия именно во благо республики капитического строя. То есть того же самого и государства. То есть мог стать диктатором, но не захотел. У него было несколько возможностей в течение его жизни. Несколько возможностей. А цезарь, значит, захотел, значит, что-то внутреннее было все-таки. Было стремление. Несомненно. Тут, я думаю, в определенной степени сказывалась и объективная ситуация. То есть уникальный полководец, уникальное победование Галлии, он дала ему армию и деньги, о чем и говорил. Вы сейчас о цезаре или о Помпея? О цезаре. И он не сумел держать соблазна и воспользоваться этими уникальными возможностями армия и деньги. Но когда взял власть, мы никогда не скажем, что он хотел. Но мы видим результаты. Он взял власть и не знал, что с ней делать. Отсюда вот эта идея отправиться тут же в Парфианский поход. Не успел устроить государство, через пять месяцев отправиться уже в Парфианский поход. То есть он вообще-то и не очень хотел быть государственным деятелем? Может быть, он и не был государственным деятелем? Да, я думаю, вы правы. Он не был... Ну, надеется, что получится из него, видимо. Но мы сошлись с вами на том, что его, прямо скажем, неординарные таланты, один из талантливейших людей в человеческой истории позволяли ему заниматься многими делами одновременно. На поле боя, да. Но государственный деятель он практически не занимался несколько месяцев. Время и опыт. И так вы считаете, что он не был государственным деятелем? Да, по всякому счету, он себя не принял на этой связи. Но вопрос, я напомню вам вопрос. Речь идет о том, могли ли другие государственные деятели дать другой ответ на вызовы времени? Конечно, вот если бы был об этом свидетели говорит. Вот Помпей, который... Я добавляю вам 30 секунд. Был бы Помпей, это мы говорим с полагательным уклонением. Но, актерян август, конечно, немножко другая ситуация, но вот это действительно был государственный деятель, который имел свою программу обустроиться государством. Какая она, не будем оценивать, но он с ней справился. Вот это государственный деятель. Ваша честь, свидетель обвинения показал, что Галерий Цезарь вообще практически не имел возможности заниматься государственной деятелем, не было государственной деятелем. Другие на его месте, а, не захотели быть диктаторами, а, имели программу действия. У меня еще уточняющий вопрос. К вам, уважаемый ответитель. Помпей, насколько я помню, был сделан единоличным правителем Рима. Вы только что утверждали, что он совершенно к этому не стремился и отказался от такой чести. Так ли это действительно? Он был консулом без коллеги один год. Совершенно верно. На один год. Вот. По решению Сената. И не стремился к единоличной власти, в отличие от Цезаря. Из-за чего же началась война между Цезарем и Помпеем? А вот здесь уже столкнулись ситуации объективные. А разве это была не борьба личных амбиций? Да, но Помпей мог гораздо раньше, еще до этого столкновения. Но не смог. А Цезарь смог в этом разнице между ними. Или не захотел. Спасибо. Вот вопрос. Прошу вас. Прошу вас. Сторона защиты. Вопрос свидетелю обвинения. Я хочу спросить. Я, кажется, читал ваши работы по античной религии. Да? Я не ошибаюсь? Да, верно, да. Скажите, пожалуйста, вот вы понимаете, здесь же этим все не кончится. Это будут смотреть ваши коллеги. Может быть, вы поправитесь, или вам все-таки так хочется вот отрекомендовать себя. Скажите, вы хотите сказать, что у Цезаря не было... Сергей Иванович, если можно корректнее послушание свидетельствовать. Тогда у меня нет вопроса к человеку, который подтверждает, что у Цезаря не было государственных талантов, что этот величайший государственный гений, решивший главные задачи своего времени, так сказать, является бездарностью, и что все время он вел военные действия и ничем не занимался. И когда ему пришел к государственной власти, он сбежал. Я вас правильно понял? Правильно. Если я вас правильно понял, вот вы знаете, что это слышат 10 миллионов людей. Эта идея не моя. Спасибо. Я могу назвать одно имя, тоже известнейшего советского ученого Сергея Львовича Утченко. Это его идея. Я с ней согласен. Вы не прячетесь до других авторитетов, потому что этот человек этого никогда не говорил. Зато писал. Я думаю, что этот академический спор мы вынесем за рамки нашего сегодняшнего слушания. Пожалуйста, сторона защиты, ваш тезис, ваш свидетель. Прошу вас. Я прошу прокомментировать друг, возникший посреди серьезного исторического разговора, вот этот сюжет. Вадима Викторовича Эрлихмана, кандидата исторических наук, редактора серии «Жизнь замечательных людей», прекрасного исследователя и ученого. Скажите мне, потому что этот вопрос вдруг возник здесь посреди всего этого дела. Цезарь, так сказать, является человеком, совершив исторические государственные деяния или трусом, сбегавшим на поле боя от государственных деятелей? Нет, нет, нет. Я прошу прощения. Хорошо. Трусом, сбегавшим его никто не называл. Речь шла о другом, что у него не хватало времени на государственные деятели. Или человеку, которому не хватило времени. Рим времен Цезаря был городом бурлящих честолюбий, где каждый считал себя, ну или почти каждый, пригодным на роль диктатора. И то, что именно Цезарем стал, ну, наверное, это говорит все-таки о его способностях, в не меньшей степени, чем о совпадениях каких-то и требованиях момента. Я, лично я не вижу среди его современников, тех, кто был бы способен сделать то же самое. Ну, конечно, могли люди взять власть, если бы Цезарь утонул в Рубиконе, допустим, вот переправляясь через него. Могли взять власть, но они тут же бы ее потеряли. И, главное, не оставили бы никакого исторического наследства, после которого имя Цезаря до сих пор бы помнили. Но их имена вряд ли помнили бы. Но, можно сказать, что Цезарь, конечно, был самым талантливым из римских политиков. Именно политиков своего времени, не только полководцев. Он поставил задачу консолидировать римское общество. И, надо сказать, что он ее практически, ну, вот на том уровне достиг. Потому что, ну, пять веков после этого существовала Римская империя. С трудностями, с кровью. Но она существовала, и общество, в общем-то, ну, было относительно единым, хотя бы первые века. Вторая задача – консолидировать римскую власть. Этой задачи Цезарь не достиг, хотя сделал уже первые шаги. Ее достигли его преемники. Достигли тоже с трудностями и с кровью. Но, опять же… Можно вопрос. А если бы они не достигли трудностей и крови, было бы еще больше, как я понимаю? Ну, думается, да. Тогда бы Рим просто постигла судьба Карфагена. Он превратился бы в аристократическую олигархию. И неизбежно был бы смятен своими более сильными и прогрессивными соседями. Пожалуйста, сторона обвинения в вопрос свидетелей защиты. Вадим Викторович, я правильно Вас понял. Вы не знаете в Древнем Риме других людей, которые справились бы с этой задачей взять власть в Риме. Правильно я Вас понял? Да, Вы так сказали. Вы знаете, не в Древнем Риме, а в Риме времен Цезаря. Мы просто знаем исторических деятелей той эпохи и видим, что все они были или романтиками, которые мечтали о возвращении республиканских ценностей, республиканского добродетеля. Что было уже нереально в то время. Могу ли это... Или элементарными хапугами, которые стремились только к обогащению и действительно покрасоваться в красных сапогах. Я совершенно с Вами согласен. Не всякий человек способен захватить власть, взять ее, превратиться в диктатор. Я с Вами абсолютно согласен. Тут у меня нет никаких противоречий, потому что хотелось бы, чтобы Вы это сказали практически. Сколько времени он находился на государственных должностях? На должностях он находился очень долго. А вот на должности диктатора он находился 4 года с небольшим. Как уже не раз было отмечено, все это время он воевал и практического времени имел очень мало. Благодарю. Он не имел практического времени на исполнение своей должности. Он обязанности 4 года, это один президент. Не превращайте в балаган. Сергей Иванович, у меня нет оснований принимать Ваш протест. Я повторяю еще раз, не превращайте в балаган. Сергей Иванович, я не принимаю Ваш протест, не вижу для него оснований. Я уточнил, вы свидетельте, сколько времени он занимал государственную должность. Свидетелье сам подтвердил, что он был занят в основном армией. Об этом говорят здесь все участники. Да, он был на должности, но занимался он не государственными делами. Не сидел у себя там, где должен, руководил своей страной. А воевал все время. Ну, он был замечательный, он был колокол, что никто не сказал. У Вас есть еще возможность, у Вас еще есть возможность задать вопрос свидетель. Нет, а вполне все ясно, благодарю вас. Мы сейчас объявляем небольшой перерыв, после которой вернемся к нашим слушаниям. В эфире Суд Времени. Идет второй день слушателей на тему Каи Юлий Цезарь, губитель республики или спаситель государства. Мой последний вопрос сторонам. Дал ли Цезарь адекватные ответы на вызовы своего времени? Пожалуйста, сторона защиты. Прошу вас, Сергей Иванович. Мы должны говорить, как мне представляется, это мое личное мнение. О каждом человеке так, как будто он жив. Вот он умер много тысячелетий назад, но он жив. Он жив в истории. Он жив в памяти потомков. У него есть там своя репутация, свой образ, свое место. Если мы начинаем превращать всех великих людей в нечто низкое и примитивное, то как не процитировать одного нашего великого писателя? Упаси Бог, я не имею в виду никого здесь присутствующих. А здесь нет великих писателей? Нет. Процитировать одного великого писателя, сказанное им, никак не соотносится. Истинно говорю. Истинно говорю. Ни с кем и здесь присутствующий. Он сказал, лжете подлецы. Они тоже скверны, эти великие люди. И они тоже обладают пороками, но не такими, как у вас. Значит, теперь я хотел бы обратиться ко всем своим свидетелям. И все меня поймут, если, опять же, я использую принцип «lady first», «женщина первая». И спрошу все-таки, он дал адекватный ответ на свои вызовы своего времени? Конечно, Цезарь дал адекватный ответ. Он не был безгрешен. Он делал ошибки. Я сейчас скажу, какую он главную сделал ошибку. Но попытка представить Цезаря в виде, знаете, такого солдафона, который только может мечом-гладиумом на поле сражения махать, это, конечно, мягко говоря, передергивание не соответствует действительности. Цезарь имел очень большой государственный опыт. Он прошел всю лестницу римских магистратур, занимал все необходимые должности для того, чтобы даже если бы он не стал тем, кем он стал в конечном итоге, в результате победы в гражданской войне, считаться римским государственным деятелем. Он, несомненно, им был. Значит, еще раз, Цезарь придумал саму как бы идею вот того авторитарного режима эпохи империи, который потом достраивал Август. Август достраивал за него, но идею, гениальную идею, сосредоточить в своих руках республиканские магистратуры и на этом основании построить свою авторитарную власть. Это идея Цезаря. В чем Цезарь ошибся? Ошибка была как бы в форме. Слово «диктатура» все-таки была уже в это время одиозным. После кровавого диктатора, сторонника Сенатской республики Сулы, Август от него отказался. Август, гений лицемерия, придумал очень хитрый ход. Он назвал свой авторитарный режим восстановленной республикой. И все. И не нашлось на него тех 23 ножевых ранений, о которых шла речь. И последнее, так как мы судим личность, один пример личности Цезаря. Знаменитое завещание Цезаря. Каждый римский гражданин, каждый римский гражданин получил в подарок от Цезаря 300 сестерцев. Для народа он как бы отдал свои сады за Тибром. Но это примерно так, если бы Роман Абрамович каждому гражданину России выплатил бы по 300 долларов и подарил бы России... Роман Абрамович не глава России. Правильно, но Цезарь распоряжался своим личным богатством. Это не римская казна. Как глава Чуковкин выделил бы это каждому чучу. Вот это к вопросу о корысти и бескорыстии. Я могу уточнить, что он сделал это в завещании посмертно. То есть он никоим образом не подкармливал электорам. Нет, никоим образом. Прошу вас, сторона обвинения может задать вопрос свидетелю защиты. Т. Владимир Владимирович, я правильно вас понял. Вы сказали, что он разработал основы авторитарного режима, авторитарного правления. Да, я не ослышался. Несомненно. И вы считаете, что это было адекватно эпохи. То есть это нужно было государству. Он сделал то, что нужно было людям. То, что нужно было в стране. Авторитарное правление. Правильно я вас понимаю? Ну что, уважаемый обвинитель, вы, видимо, меня не слышали на протяжении наших двух заседаний. Республика была больна. Она не могла отвечать на вызовы времени. Необходимо было дать адекватный ответ на вызов. Дело в том, что другие свидетели говорят, что республика вовсе не была больна. Поэтому я уточняю вашу позицию. Будете любезли? Моя позиция такая. Республиканский строй должен был быть скорректирован. Он не был скорректирован вовремя. Хотя такая возможность была. Для того, чтобы спасти государство, к этому моменту уже огромная территориальная держава, от распадения. Для того, чтобы положить конец беспределу республиканских наместников в провинциях, которые грабили их, да? Долитки отбирали. Для этого необходимо было провести реформы. Они не были проведены. А может быть, надо было скорректировать республиканский режим, о чем вы говорили? Может быть, если бы он это сделал? Правильно, республика на это не пошла. Так почему Цезарь-то не пошел, если бы он был такой замечательный? Цезарь на это пошел. Он скорректировал авторитарный режим, говорите вы? Он скорректировал этот режим тех способов, который в условиях гражданской войны был единственным. Мы говорим о гражданской войне. Который привел бы к спасению государства. к той самой стабильности, к вопросу, хотите ли жить в состоянии перманентной гражданской войны. Рим жил в состоянии перманентной гражданской войны почти сто лет. Ну да, человек устроил одну из гражданских войн, убивал своих соотечеств, гражданского надката, убивая своих. А потом он предлагает создать авторитарный режим, как выход. Правильно я вас понимаю? Это как-то господин Леонидович уже с собой разговаривает. Нет, Сергей Риманович, каждый из сторон иногда разговаривает с собой. Нет, а я задал вопрос. Я воспользуюсь этим в полной мере. Можно я еще раз тогда уточню? Возможно, не услышал мой достопочтенный друг вопроса. Человек вел одну из гражданских войн. Гражданская война, повторяю я, это когда ты убиваешь соотечественников. Потом, в качестве избавления от гражданской войны, которую он вел сам, он предлагает не улучшить демократию, как вы говорите, что было бы... Не было демократии. Республиканское правление. Он предлагает авторитарный режим. Я вас возьму в кулак. Он не предлагает взять никого в кулак. Он сосредотачивает в своих руках несколько должностей, и тем самым решает проблему слабости исполнительной власти. И делай себя диктатором. Благодарю вас. Прошу вас, Леонид Михайлович, вы имеете возможность высказаться и задать вопрос своему свидетелю. Если можно, да, я побеседую с своими свидетелями. Пожалуйста, вот, Андрей Михайлович, давайте мы продолжим этот разговор. Он действительно очень важный, но, может быть, все-таки. Уже это звучит не первый раз в нашем зале. Это был действительно, вот как говорят свидетели, защита. Единственная возможность спасти тогда Рим. Жесткое правление, авторитарное правление. Диктатура. Назадите, как угодно. Если диктатор, значит диктатура. Тут все время говорится об адекватном ответе на вызов времени. А в чем этот вызов времени заключался? Он заключался именно в том, что республика стала пожирать сама себя. Из-за честолюбия отдельных своих граждан. И когда говорят о гражданских войнах, то что почти 100 лет. Но они по масштабу не сопоставимы с тем, что устроил сам Цезарь. И что после Цезаря был устроен по масштабу убийств. Поэтому, когда говорят о благе, созданном кем-то, замешанном на крови, у меня возникает подозрение, а благо ли это на самом деле? Нельзя было найти другой способ, более мягкий. В конце концов, Татьяна Владимировна говорит о большом театриарном государстве. Она существовала два века. Уже Италия, это уже большое театриарное государство. Два века. Республика прекрасно справлялась со всеми своими вызовами времени. Прекрасно справлялась. Так если бы Цезарь, может быть, взял бы и, как говорит свидетель защиты, подкорректировал бы республиканский строй, может быть, это и было бы решением проблем? Республика всегда сталкивалась с проблемами. Она их решала. Не сразу же, не надо потом. В данном случае были серьезные проблемы. Так был ускорен выход из ситуации за счет уничтожения самой ситуации. Благодарю. Сергей Иванович, скажите ваше мнение. Может быть, как вы считаете, может быть, право свидетелей защиты, но действительно не было другого варианта стать диктатором и все? Я считаю, что, во-первых, всегда есть варианты в любой исторической ситуации. Мы тут все проводили в сравнении с болезнью. Республика, если ее сравнивать с больным, была больна, ну, допустим, простудой. Цезарь предложил операцию, ампутацию, там, в ходе... Отрезали голову. Совершенно несусветного. Потом Актавиан предложил терапию, и как бы помогло, хотя республика приобрела при нем уже несколько иной цвет, вид, запах и вкус. Так вот, то, что предложил Цезарь, не было наиболее адекватным вариантом. И об этом свидетельствует и его гибель такая скорая, несчастная. И отмена диктатуры вообще, как должности, через несколько дней после убийства Цезаря. Актавиан не отказался от нее, и не воспользовался ей. Ее уже просто не было. Она дискредитирована была окончательно. Сула, а Цезарь ее окончательно дискредитировал. Все, больше никогда... Люди не хотели диктатора. ...не было диктатора, не хотели видеть больше диктатора. Вот. И Октавиан придумал мягкие формы, мягкое лечение. И действительно, восстановленная республика, это был его принцип. Свобода была возвращена государству. Он на этом настаивал до конца дней. Гордился тем, что он вернул государству свободу. Спасибо. Время истекло. Благодарю вас. Прошу вас, Сергей Романдович, ваш вопрос в стороне обвинения. Скажите, пожалуйста, был ли Октавиан преемником Цезаря? Ко мне вопрос? Да. Октавиан был, во-первых, его внучатым племянником и наследником по завещанию. Это еще один элемент завещания Цезаря. Спасибо. Спасибо. Я получил ответ. Да. Второе. Я просто хочу задать несколько вопросов. Он был преемником Цезаря в двух моментах. Он пошел по пути собирания магистратур. Раз. И он учел ошибки, сделанные Цезарем. Два. И их не совершил. Вы профессиональный. Я с большим интересом слушаю. Меня спрашивают одну. Он преемник, да? Мы не хотим современных аналогий. Но он полностью преемник. Нет, насколько я понимаю, свидетель дает понять, в каких отношениях он считает Августа преемником Цезаря, а в каких не считает. Повторяю, он был преемником вот в этом деле собирания магистратур как основной власти. И он был человеком, который учел его негативный опыт, негативный опыт Цезаря. И не сделал этих ошибок. То есть он учился на опыте Цезаря. В этом смысле он вот такой вот преемник наоборот. Знаете, как-то преемник наоборот. Как-то у нас столько метафор. У нас такая вот метафора была. Вот как она нам нравится? То есть последователь может или идти по тому же пути, или воспользоваться опытом и не сделать ошибок. Он в этом смысле тоже последователь. Но он последователь. В этом смысле. В этом смысле последователь. Он шел по тому же пути. Свидетель, на мой взгляд, очень четкий. Он шел не по тому же пути. Он пошел по другому пути, потому что первый был загажен. Нет, последователь может идти... Как? Я что-то не понял. А вот как в лесу. Один утонул в болоте, другой увидел и пошел другим путем. Вы знаете... Я хочу сказать, что я себе должен представить следующее. Да? Что человеку отрезали голову. Как вы сказали. Он валяется с отрезанной головой. А, простите, пожалуйста, вы. Он валяется с отрезанной головой. Приходит кто-то, дает этой голове таблетки. Голова ползет к телу. Тело соединяется. Человек встает. Я уже, понимаете... Я не могу такого представить? Нет, вы не можете. Вот я тоже не могу себе такого представить. Я могу представить? Итак, я могу спросить, о чем сейчас идет речь? Вопрос заключается в том единственном, что я хотел сказать. Что Катавиан двигался дальше по пути Цезаря, и это все понимают. Да? Исправив ошибки на этом пути. Это правда. Это и есть ваш вопрос свидетеля? И вы это признали. Но при этом не по пути Цезаря. Свидетель это признал, но... Нет, свидетель только что... Мы же все слышали свидетеля. У нас у всех есть уши. Да, да. Свидетель сказал, что... Не у всех. ...октавиан Август, увидев определенные ошибки Цезаря, избрал другой путь. Другой путь? Другой путь. У октавиан избрал другой путь. И вы это утверждаете. И в первую очередь с точки зрения идеологической другой. Вот путь октавиана. Никогда не подчеркивать, что республика исчезла. Вы описываете, как мягкие корректировки на пути. Вы описываете Путина и Медведева. Это принципиальные идеологические изменения. Спасибо, спасибо, спасибо. Я думаю, Путина и Медведев тоже не будут возражать против таких параллелей. Да. Подходит к концу второй и, я думаю, все-таки, последний день наших слушаний по делу Каи Юлия Цезаря. Представляю заключительное слово обеим сторонам. Пожалуйста, сторона обвинения. Леонид Михайлович. Цезарь уничтожил свободу, которая была в той стране, где он жил. Когда существует свобода, оппозиция борется за свои позиции, отстаивает свои идеи на выборах. Она добивается вашего согласия поддержать ее идеи. И таким образом она ведет политическую борьбу. Когда уничтожается свобода, у политической оппозиции, как это произошло тогда в Риме, не остается ничего, кроме как думать о физическом уничтожении диктатора. Это и произошло с Цезарем. Это ужасно, это страшно. История, конечно, неповаренная книга. Туда не залезешь в поисках рецептов. Это верно. Но история дает нам сопоставимые ситуации. Поэтому так интересно было сегодняшнее и вчерашнее слушание. Мы увидели, что человек, который лишает свободы свой народ и свое государство, свергает и уничтожает самого себя. И лишает свой народ и свое государство самого главного. Так что Кай Юлий Цезарь виновен. Спасибо. Цезарь Иванович, прошу вас, страна защиты. Цезарь не уничтожил свободу. Цезарь, вы не можете... Когда вокруг стреляют банды, то вы не свободны ходить по улицам. То есть вы, конечно, можете ходить по ним свободно и решать от руки какой банды умереть. Но вы хотите жить. И желание людей жить и реализовывать свои жизненные функции столь же велико, как потребность в свободе. Свобода величайшая вещь. Это величайшее благо, которое существует. И оно имеет абсолютный характер. Вплоть до того момента, как оно не становится очень сложные соотношения с безопасностью, с желанием людей жить. И когда это свобода, есть свобода для людей, для народа. А не для кучки оборзелых олигархов, которые в конце концов превратились в Римская республика. Рецепты. Вы спрашиваете меня о рецептах. Мы спорим о следующем. Нет рецепта на все времена. Нет универсального рецепта в виде этой демократии. Время истеку, Сергей Ромич. Или другие шли авторитарным путем. А потом люди наслаждались демократией. Нет рецепта на все времена. Спасибо. Мы прекращаем голосование нашей телевизионной аудитории. Мы начинаем голосование в зале. Вопрос ставится так. Гай Юлий Цезарь. Губитель республики или спаситель государства? Губитель республики, первая кнопка. Спаситель государства, вторая кнопка. Губитель, первая. Спаситель, вторая. Голосование закончено. Прошу вывести его результаты на экран. Юлий Цезарь, губитель республики, так считают 16% нашего зала. Юлий Цезарь, спаситель государства, так считают 84% нашего зала. Сейчас короткий перерыв, после которого мы узнаем результаты телевизионного голосования. В эфире Суд Времени. Мы только думаем, что все в первый раз. Именно у нас. На самом деле все уже было. И давно. Больше двух тысяч лет назад. Больше двух тысяч лет назад была гражданская война. С обеих сторон под лозунгом защиты Конституции. Выборы на местах по прямой рекомендации с центра. Олигархи. Мощный популизм. И массовая убежденность, что ничем нельзя исцелить государство, кроме как твердой рукой. Это мое личное мнение. А сейчас прошу огласить результаты телевизионного голосования. Результаты голосования страны вы видите на экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова